Проекты химических броневиков на серийных автомобильных шасси Опытная машина BHM-800 осуществляет обработку местности Фото aviarma.net В конце 1930 года Опытно-конструкторское испытательное бюро управления механизацией и моторизацией Красной Армии АКИП УМ, возглавляемая Николаем Ивановичем Дыренковым Приступила к работам по теме химических бронемашин Впоследствии к этому направлению привлекли завод-компрессор Результатом этих работ стало появление нескольких любопытных опытных образцов Но ни один из этих проектов не пошел в серию На доступном шасси В начале 30-х годов наша страна боролась с дефицитом транспортных средств и другой техники Из-за чего в УМРККА прорабатывался вопрос применения доступных машин в качестве основы для бронетехники разных классов Так, первый советский химический танк разработки АКИП был построен на базе трактора Коммунар Схожим образом планировалось сделать и новые броневики Для новых химических бронеавтомобилей АКИП выбралось сразу два имеющихся автомобильных шасси с колесной формулой 6Х4 Это были машины Ford Timken и Morland TX-6 Их характеристики соответствовали расчетным нагрузкам А кроме того, они имелись в достаточных количествах и могли применяться в новых проектах К тому времени Ford Timken и Mariland успели освоить некоторые военные специальности И теперь им предстояло стать базой для химических броневиков Проект АКИП В середине 1931 года АКИПУМ начала разработку двух броневиков на разных шасси На машине TX-6 основывался образец под названием D-18 Грузовик и Ford Timken одна из баз для химических броневиков Фото В зависимости от поставленной задачи, D-18 и D-39 могли брать на борт различные жидкости Распылитель для бафа обеспечивал заражение полосы шириной до 25 метров Скорость движения при этом не должна была превышать 3-5 километров в час Распылительная колонка при дегазации обрабатывала полосу шириной 8 метров Боевые характеристики броневиков прямо зависели от емкости цистерн Так, D-18 с большим запасом химикатов мог создать полосу заражения длиной 450-500 метров Или провести дегазацию участка длиной 350-400 метров Дымообразующей смеси S4 хватало для постановки завес в течение получаса Бронеавтомобиль D-39 имел цистерну меньшей емкости и соответствующей характеристики Опытные образцы D-18 и D-39 не имели никакого вооружения для самообороны Возможно, в дальнейшем они могли бы получить пулемет ДТ на той или иной установке Экипаж состоял всего из двух человек Механик-водитель отвечал за управление машиной А командир должен был контролировать работу химической аппаратуры При наличии пулемета командир также мог стать стрелком Разработка машин D-18 и D-39 началась в середине 1931 года Но вскоре столкнулась с проблемами организационного характера Опытный образец D-18 удалось построить только осенью следующего 1932-го Чуть позже завершили сборку D-39 Для экономии оба броневика строились без применения брони Их корпуса выполнили из конструкционной стали с получением расчетной массы 1 декабря 1932-го года Автоцистерна на базе грузовика «Мариланд» Фото «Колозер Датру» В существующем виде D-18 и D-39 не представляли интереса для армии Но могли стать базой для новых разработок КБ завода «Компрессор» учло опыт испытаний двух образцов от Экипум и сделало выводы После чего создало собственные машины того же класса Броневики компрессора В первых месяцах 1933 год На компрессоре началась разработка собственного химического броневика Этот образец остался в истории под названиями BHM-1000 и BHM-1 Буквы в индексе означали бронированная химическая машина А цифры указывали на емкость баков сбав или номер проекта С точки зрения общих идей проект BHM-1000 повторял разработки Экипум Отличия заключались в списке использованных агрегатов В КБ компрессора посчитали нецелесообразным использовать иностранное шасси Основой для BHM-1000 стал отечественным грузовиком А-3 Такое шасси по грузоподъемности не уступало импортным Но его решили оставить без брони Возможно, ее могли бы добавить после проведения испытаний и определения примерных характеристик На месте штатного кузова А-3 разместили металлическую цистену емкостью 1000 л Там же установили комплекс КС-18 с насосом и распылительными устройствами Использование такой системы позволило сохранить рабочие характеристики на уровне предыдущих машин Также не поменялись и возможности и функции на поле боя Вооружение на опытном образце не устанавливалось Для его монтажа была необходима доработка штатной кабины базового грузовика И такой шаг могли посчитать ненужным на текущей стадии работ Авторазливочная станция А-3 на базе А-3 более поздний образец химической техники Фото Вскоре после BHM-1000 появился опытный образец под названием BHM-800 Его построили на шасси Ford Timken, используя те же решения, что и в предыдущем проекте На серийном грузовике установили цистену емкостью 800 или систему КС-18 Предполагалось, что BHM-800 по характеристикам будет похожа на BHM-1000 за исключением параметров, связанных с полезной нагрузкой Небронированная машина BHM-800 прошла испытания и показала примерно такие же результаты, как BHM-1000 и D39 Целевая аппаратура вновь подтвердила свои характеристики, а шасси опять показала невозможность нормальной работы на бездорожье Будущее еще одного проекта оказалось под вопросом После завершения полигонных испытаний в исходном виде BHM-1000 и BHM-800 незначительно доработали В порядке эксперимента их оснастили защитой в виде корпусов из конструкционной стали Как и в проектах АКИП, использовались бронелисты толщиной 6-8 мм Установка корпусов привела к росту массы и падению подвижности В таком виде две бронированные химические машины не имели будущего Новые решения Проекты АКИПУМ и завода Компрессор позволили проверить ряд не самых удачных идей, а также найти решения, пригодные для дальнейшей проработки Что касается опытной техники, то все четыре опытных образца, по-видимому, перестроили в грузовики для использования по прямому назначению Конструкторы из бюро завода Компрессор на практике подтвердили, что система КС-18 способна решать поставленные задачи Однако для ее успешного применения нужен новый базовый автомобиль Начались поиски новых шасси, а кроме того, стартовала разработка специального бронекорпуса, соответствующего возлагаемым задачам Итогом всех этих работ стало появление химического бронеавтомобиля КС-18 Он не был лишен недостатков, но все же соответствовал требованиям заказчика и даже строился ограниченной серией Кроме того, в серию пошли так называемые авторазливочные станции машины для дегазации местности на незащищенном шасси Таким образом, проекты Д-18, Д-39, БХМ-1000 и БХМ-800 все же привели к желаемым результатам, хотя и опосредованно